Искусство требует праздника. В культурно-спортивном центре «Газодобытчик» состоялся концерт, приуроченный к году российского кино. Со сцены прозвучали легендарные мелодии отечественных фильмов. Артисты с удовольствием перевоплотились, чтобы на время стать похожими на кумиров минувшей эпохи. Зрители охотно подпевали знакомые песни. Душевные фрагменты советских кинолент пересмотрела и наша съемочная группа. Слово Елене Куликовой. Старое доброе кино. Советские ленты зрители любят прежде всего за их душевность. Несмотря на некоторую наивность, они задевают за живое и заставляют думать. На экранных образах выросло не одно поколение. Фразы любимых киногероев прочно вошли в нашу речь. Их обаяние и манеры пленяют до сих пор. В любви к отечественному синематографу признаются все, без исключения артисты-газодобытчика. Многие приложили немало усилий, чтобы выйти за пределы своего амплуа и вжиться в роли героев старых лент. Я практически пою все эти песни. Знаю, пою, люблю. И мне было очень приятно, что меня заняли в этом концерте. Песню спела Лисы Алисы и кота Базилио Денис Трещев, мой муж. Мы оба из Севастополя. И нам было вдвойне приятно, потому что эту сцену снимали на Херсонесе в Севастополе. Накладные усы, парик и главное, чтобы костюмчик сидел. Желательно не хуже, чем на Стапе Бендере или Нади Шевелевой. Создавая концертную программу, артисты старались приблизиться к умирам. Не так достоверно, как в проекте «Точь в точь», но зритель должен почувствовать атмосферу кино и уже ушедшей эпохи. Постарались все. Детские хореографические, вокальные коллективы, сольные исполнители, актеры. Такие разные они встретились, чтобы сделать подарок тем, кто любит отечественное кино и хорошую музыку. Это очень интересно и очень приятно, что нам дали такую возможность через себя пропустить все вот эти трогательные моменты наших любимых старых фильмов. Проникновенные, нежные, заводные. Одни песни заставляют зрителей встать и даже подняться на сцену, другие завораживают звучанием. Ты с береги, тепло дня и крова, любовь мою, начата, ракота, ракота, ракота. Особенно тепло зрители встречают юных участников концерта. Солист группы «Алфавит» Александр Дудко совсем скоро споет в новом сезоне проекта «Голос дети». Возможно, он исполнит и знаменитые крылатые качели. Как оказалось, песни советских фильмов интересны не только тем, кто знает их с малых лет. Наверное, самым большим было, что на репетиции дети наших артистов, маленькие, которые не знают этих фильмов, то есть они сейчас смотрят совершенно другое. Услышав песню, говорили, господи, какую интересную песню, а можно мы фильм посмотрим? Зрители долго и дружно аплодируют, провожая артистов. Для многих концерт стал праздником души и песни. Очень впечатлил концерт, очень такое прям большое шоу, очень интересный формат выбрали режиссеры. Настолько было эффекты, все вот эти костюмы шикарные, мы наслаждались. Теперь хочется ходить на каждый концерт наших артистов. В финале вся музыкальная мощь газодобытчика. Артисты выходят на сцену единым хором. Уходящий год российского кино провожают ярким фейерверком. Елена Куликова, Юрий Зенов, служба новостей «Импульс». Аплодисменты. Аплодисменты.